Всем пламенный привет! Меня зовут Кирилл Рябаконь, в эфире Вятка Тодей, как новости, только душевней. Сегодня мы вам расскажем прекрасный рецепт конфеты по-вятски и сделали для вас отличный обзор одной из кировских ям. В Кирове существует много арт-объектов. Именно про такой арт-объект наш следующий сюжет. Катя Новоселова с обзором на яму. Всем привет! Меня зовут Катя Новоселова. Вы смотрите Вятка Тодей. Вы знаете, в Кирове создают не только квас, молоко, выращивают не только помидоры, но и ямы. Вот, например, этой яме уже несколько месяцев. И собрать такой вот урожай управляющая компания может по адресу молодой гвардии 46. Мы просто боимся, мы не знаем, что там. Если там теплотрасса, представьте, как может упасть туда машина, и если она упадет, никто не вытащит ее. Тут ездят дети на велосипедах, бегают, вот здесь площадка. То есть они постоянно вокруг дома играют в догонялки. И, соответственно, маленькие дети, как всем, наверное, интересно, в сапогах, занять в лужу. И при том, что за полгода она просто стала провалиться. То есть вот уже стали трещины идти. Я решила посмотреть габариты этой ямы, чтобы понять, для чего же она пригодна. По нашим подсчетам, вот здесь вот 180 сантиметров, здесь у нас 150 сантиметров. Глубина у нас 7 сантиметров. Знаете, кировчане как раз жалуются на бугры на дорогах. Может быть, этими бугорками как раз такие ямы и затыкать. Недавно видела бугорок, по размеру вроде подходит. А, между прочим, может, это и не яма вовсе. Может быть, это секретный вход черепашек-ниндзя. Вот Рафаэль, Донателло, Леонардо вот здесь мимо труп пробираются и выходят. Но главное тогда, чтобы это не превратилось в фонтан. Но тогда сплинтер может здесь купаться. Ну или другая какая-нибудь крыса. Машинам мешает эта яма? Конечно, мне точно мешает. Может, это бассейн для голубей сделали? Ну, голуби тут часто водичку пьут. Вот мы все ходим, ходим у этой ямы. А может быть, она хочет побыть одна. И поэтому ее никто не трогает. Оберегают покой ямы. Ведь она всеми силами старается не провалиться. Катя Новоселова, Костя Кузнецов. Вятка Тудей. Киров славится пенными напитками, квасом, дымковской игрушкой. А так как сегодня Всемирный день конфет, мы решили спросить у жителей нашего города идеальный рецепт конфеты Павятски. Со вкусом кваса. Со вкусом кваса? Да. Вы будете есть такую конфету? Нет. Павлоу и курица. Ну, приятно в первую очередь. Орехово, ванильным, шоколадным вкусом. Наверное, карамель. Ну, со вкусом карамели. У вас Киров ассоциируется с карамелем? Да. Самый сладкий город и самая карамель, наверное. Киров? Да. Ну, типа, в Кирове должно же быть хотя бы что-то, кроме уныния. Да. Киров, игрушка, рековятка. Получается, конфета будет со вкусом? Мятых. Пятки. Конфеты вязкие, вот где. Знаешь, мы, какие любим конфеты? Коробка. Вот 100 грамм иди, конфеты, и все. И я был в шоколаде. В шоколаде? Да. Вообще в шоколаде. Вязкая конфетка с каким вкусом? Ну, приятным ароматом, вкусом, сладенькая должна быть. Ну, чтобы не по сути была вкусная, а вообще вкусно. Сладкая. Фруктоза какая-нибудь. Орехи. Орехи грецкие, особенно, или фундук. Вязкая конфета, она должна со вкусом вязкого духа быть. Сладкая. Забористая. Забористая. Со вкусом вязкого, да? Если вы захотите сделать свою вязкую конфету, то вот вам рецепт. Это была Вятка Тудэй. Меня зовут Кирилл Рябаконь. Оставайтесь на позитиве и будьте счастливы. Всем пока. Вятка Тудэй.